Мы уже с вами восьмой год, живем в состоянии, когда в Украине идут боевые действия, и хорошо с вами видим о том, что слабым, жуликоватым им всегда выгодна война, потому что можно списывать туда всю коррупцию, все неудачи, все свои провалы, а сильным, умным лидерам, которые хотят развивать свою страну и жить в своей стране, они будут делать все, чтобы вернуть мир в Украину. И когда вот началась агония очередной активизации боевых действий, мы увидели, как они просто переключили эмоции людей с той бытовой повестки дня, когда мизерные пенсии, сумасшедшие тарифы, сокращаются рабочие места, энергетический кризис, коронакризис, врачам не платят, с учителями проблемы на работу не пускают из-за отсутствия прививок. То есть применяется ряд неконституционных решений, прикрываясь агонией войны. И в то же самое время мы с вами видим, что второй год, это уже больше, чем два года, это власть, этот президент, а ведь они же так и не дали свою мирную повестку дня, свой мирный план. Потому что им в военной повестке дня жить комфортнее, когда ты пугаешь людей, нагнетаешь обстановку, убираешь людей из реальной повестки дня и живешь вот в этом мире боевых действий. Только они-то воюют в своих кабинетах за коррупционные потоки круглосуточно. А те люди, которые живут вблизи от линии разграничения, а те, кто живут прямо на линии разграничения, переживают эти времена всегда в подвалах, потому что, как бы там ни было, боевые действия в этот момент активизируются. И потери, конечно, как среди мирного населения, так и среди военных в эти месяцы агонии растут. Поэтому, с одной стороны, вот очень хорошо, и на душе как-то стало гораздо спокойнее после вчерашних переговоров о том, что мир цивилизованный абсолютно адекватно оценивает ситуацию, не ведется на эту военную пропаганду и истерию, и четко дал сигналы о том, что хватит играться, принимайте серьезные решения, берите на себя ответственность. Минский путь, Нормандский в путь, его поддерживают в мире, давайте искать решения, как это реализовать. И можно, мы на прошлой неделе в парламенте логировали закон об особом статусе местного самоуправления в Донецко-Луганских областях, неконтролируемой части. И это происходит уже, там, я не помню, какой пятый или седьмой раз подряд. То есть, и весь мирный путь власти заключается в том, чтобы один раз в году проголосовать и больше ничего не делать, а год опять водить людей по спирали военной опасности. Так вот, когда сильная и умная власть, заинтересованная возвращением в мире, она в первую очередь делает все, чтобы провести реинтеграцию себя внутри страны. Давайте возьмем, был великий лидер Америки, Линкольн, который сделал прокламацию о освобождении от рабства в своей стране. И человек, который, сформировав правительство, пригласил туда все противоборствующие политические стороны в стране. Ему тогда говорили, ну ты сумасшедший, ты не сможешь управлять этим правительством, ты не сможешь проводить свою политику, ты не сможешь этих людей объединить в одну команду. Но он сделал исторический шаг, он вошел в историю своей страны и в историю мира. Только благодаря тому, что он смог объединить свою страну, объединить политиков и всех их взять под общий знаменатель. Потому что он был сильным лидером, уверенным лидером и понимал, у него был свой план действий. Что сегодня происходит? Мы второй год живем в какой-то зеленой стране, но чувствуем себя здесь случайно гостями, случайно попавшими на их праздник жизни. Потому что, слушая обращения президента в парламенте о его зеленой стране, к которой мы, к сожалению, не имеем никакого отношения, потому что мы не видим того, что видит он, и люди этого не видят и не чувствуют. Ожидания, которые они выстраивали с активизацией боевых действий, когда весь мир говорит, слушайте, наведите у себя порядок в стране, готовность проводить политическую реинтеграцию, формировать профессиональное антикризисное правительство, переформатировать этот недалекий и непрофессиональный парламент, отсутствие возможностей сегодня, да и вообще навыков для того, чтобы взять ответственность на себя и навести порядок у себя в стране. Поэтому, к сожалению, Диана, мы с вами видим хорошо и все это понимаем, что вот это такая, знаете, очень хрупкая конструкция сегодняшней власти из-за того, что она сама боится. Боится госпереворотов, о которых, ну, как-то странно очень прозвучало в речи президента. Боится радикалов, которые диктуют им условия, как воевать до последнего украинца, а не того, как сегодня возвращать мир в страну. Боится общественного мнения, боится внешнего мнения. Сдает каждый месяц страну по кусочкам бесплатно, можно сказать, под кредиты МВФ и под внешнее управление. Вот это все иллюзия власти, которая, к сожалению, этот год развенчала абсолютно все надежды о том, что они смогут привести нашу страну к успеху.